Если я нарушил правила ПДД и не оплатил этот штраф, я завтра на линию не выхожу, что ли? Нет, уже не получится. Кто будет это исполнение контролировать? И возможно ли это в принципе делать? Мне кажется, что зачастую это сделать и реализовать будет довольно-таки проблематично. Несостыковочка небольшая. Да, у нас большое количество несостыковок, но я думаю, что законодатель поправит эти документы. Кошерингом пользуются, но есть и свои минусы. Для тех, у кого работа связана с постоянным перемещением по городу, в действительности использование личного транспорта будет намного выгоднее. Стоимость проезда выросла, правила перевозки изменились, новый закон о такси. Это тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Это главные новости в студии для рекламе. Здравствуйте. Артем Александрович Патрин, автоюрист у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Пользуетесь ли вы услугами такси? Сегодня такой вопрос мы задаем нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Телеканал Торстан 24. Голосуйте, нам интересно знать ваше мнение. Мы сегодня поговорим не только о такси, а в целом о пассажирских перевозках. Но начнем с такси. В общей сложности услугами такси с разной периодительностью в течение года пользуются 66% опрошенных россиян. Из них почти треть регулярные пассажиры. 29% выбирают этот способ передвижения несколько раз в месяц и чуть чаще. Чуть выше доля тех, кто пользуется такси несколько раз в полгода. Это 37%, говорится в сообщении исследовательского центра. Это данные 2022 года. Мы не знаем, какое именно количество людей пользуются услугами такси в Татарстане. Надеемся, вы проголосуете, у нас хотя бы будет понимание. Но хотим понять факт, почему подорожали цены на услуги. Причем подорожали прям прилично. Причиной повышения цен стало изменение действующего законодательства. В частности, усложнили процедуру работы для таксопарков и для такси непосредственно. Усложнили работу для самих водителей. То есть предъявляются определенные требования, среди которых, например, быть водителем такси нельзя лицу, у которого большое количество административных правонарушений, штрафов. Кого лишают прав за управление транспортным средством. То есть в совокупности это определенную категорию водителей убрало с дороги. Далее, требования предъявляются к самим транспортным средствам. То есть в частности, все-таки наконец-то мы пришли к тому, что транспортные средства начнут становиться белыми и желтыми. Это, в свою очередь, даст большой толчок для непосредственно самих таксопарков менять автомобили и, соответственно, приведет к удорожанию услуг. Ну и плюсом ко всему, конечно же, это изменение стоимости топлива, что и привлекло за собой уже и повышение цен на все остальное. До 1 сентября все водители общественного транспорта и такси должны предоставить работодателю документы об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Иначе их уволят. То есть, разбираемся. Получается, что уже все водители в общественном транспорте и в такси не должны иметь какой-либо непогашенной судимости, да? Да, да. А если у тебя административное правонарушение, нарушение общественного порядка, то это не касается? К этим категориям относятся лишь лишение права управления транспортным средством и повторное. При этом законодатель очень интересно указал, что при повторном выявлении, допустим, управления в состоянии алкогольного либо какого-либо другого опьянения, также будет запрещено быть водителем такси. Но при этом сам же законодатель ввел то требование, что если в течение года повторное выявляется, то это уже уголовная ответственность. То есть, само по себе вот это уточнение в законе, оно имеет свойство такое, которое уже реализовано самим же законодателем. Также водители, у которых более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки, водители лишенных водительских прав или подвергавшихся аресту за нарушение ПДД более одного раза в год, а еще не прошедших аттестацию. То есть, если я нарушил правила ПДД и не оплатил этот штраф, я завтра на линию не выхожу, что ли? Нет, уже не получится у водителя. Но при этом, как мы все прекрасно знаем, скорость уведомления о наличии штрафа, к сожалению, затягивается. Да. Но и при этом сам законодатель при этом указывает, что скидку в 50% на оплату штрафа нам дается в течение первых 20 дней. Это да, это мы знаем. То есть, получается, что человек может в течение 20 дней оплатить, но, будучи водителем такси, он должен делать это незамедлительно, как только штраф появился в системе. Проблема теперь только в том, чтобы максимально быстро он об этом мог узнать. Но это вопрос про дисциплину, про безопасность пассажиров или вот что? Потому что, ну, не все желающие на улице, вот у кого спросишь, скажут, да, мечтаю работать в такси или водителем общественного транспорта, да. А мы еще, как бы, сейчас, получается, поставили агрегаторы там и вообще, в принципе, компании, которые занимаются перевозками, в такое непростое положение, что еще из того континента, который у тебя есть, нужно выделять только вот какие-то определенные категории. Это делается для безопасности, как вы думаете? Ну, зачастую это делается именно в целях обеспечения безопасности самых пассажиров, грузоперевозок и, как следствие, должно при правильном применении создать более безопасную среду для всех, включая пешеходов. А кто контролирует службы такси? Вот в чьем ведении они находятся? И вот эти новшества, собственно, вот как они будут следовать новому закону, будут ли они его исполнять? Кто будет это исполнение контролировать? И возможно ли это, в принципе, делать? Мне кажется, что зачастую это сделать и реализовать будет довольно-таки проблематично. На сегодняшний день будут созданы три специальные базы, которые будут объединены в одну с целью как раз-таки полного и тотального контроля всей этой информации. Там будут информации об агрегаторах цифровых, то есть предоставляющих услуги, о самих таксопарках и о самих автомобилях, собственных автомобилей и водителях транспортных средств. А вот чтобы я понимала, Артем, мне кажется, тоже и зрители не все понимают, у нас как эта вообще система выстроена? У нас есть и мелкие, и крупные игроки на этом рынке, или это вот в основном какой-то один крупный агрегатор, скажем так, работает, и вот ему водители работают на него? Или у нас есть и самостоятельные перевозчики, которые, я не знаю, зарегистрироваться, я просто не знаю, возможно ли это, да, зарегистрироваться как самозанятый, например, взять свою машину, там, не знаю, номер или мобильное приложение и работать. Такие тоже есть у нас? Да, для этого получают лицензию такси и, соответственно, подключаясь к цифровому агрегатору, который предоставляет им заявки, обслуживает непосредственно эти заявки, осуществляется частный извоз фактически. Сами таксопарки, как таковые, как изначально планировались при создании вообще закона такси, даже изначально, к сожалению, на данный момент не представлены в том объеме, в котором необходима территория всей страны. То есть они локально только в крупных мегаполисах, где, соответственно, и их используют. В данном конкретном случае у нас, допустим, на территории нашего города и нашей республики, это все-таки цифровое обеспечение со стороны таксопарка. Вот. Автомобили уже находятся либо в лизинге, либо принадлежат разным юрлицам. То есть довольно-таки сложная схема работы и контактов. Я к тому, что вот за такими водителями тоже кто будет следить, наблюдать, чтобы они исполняли все нормы и законы и работали вот как надо? Зачастую очень сложно установить, кто фактически будет являться перевозчиком. Но, исходя из нового закона, в каждом автомобиле должна быть установлена специальная табличка, где будет размещена фотография, данные водителя, его номер, номер лицензии, что позволит в будущем идентифицировать того человека, который управляет автомобилем такси. Работать не больше 12 часов в сутки, а в неделю можно будет трудиться не больше 40 часов. Может быть такое, что водителю это будет невыгодно? Ну, мне кажется, зачастую само по себе нахождение в автомобиле более 12 часов – это физически изнуряющий труд. Вот, но также он будет противоречить в этом случае тем требованиям, которые предъявляют к работникам, которые используют транспортные средства. Так как установка тахографа того же самого на грузовых автомобилях ограничивает управление автомобилем в сутки в течение 8 часов. То есть, так, теперь я хочу разобраться. То есть человек, который сидит за рулем грузового автомобиля, может находиться не более 8 часов? Да. А смена не более 12 часов? Да. Несостыковочка небольшая. Да, у нас большое количество несостыковок, но я думаю, что законодатель поправит эти документы и будет все верно. Просто это же опять может привести к удорожанию. Условно говоря, есть люди, которые утром просыпаются и идут на работу, да, а вечером они приходят домой, хотят поужинать, сделать, не знаю, с детьми уроки и лечь спать. То есть, чисто теоретически, если подумать, будет много водителей, которые работают днем, и мало водителей, которые, ну, такая вероятность есть, которые работают ночью. То есть, соответственно, когда мало на линии водителей, значит, машин тоже меньше, значит, добраться тяжелее, соответственно, цена повышается. Да. Это приведет к тому, что многие захотят заработать и будут выходить в ночную смену. Ага, вот так. Сам рынок сам себя регулирует в этой части. А по поводу единого цвета такси, это инициатива нашего Государственного Совета Республики, да, чтобы все машины перекрасить в желтый и белый цвет. На самом деле, в больших городах, как бы, уже это очень распространено. Ну, тоже не повсеместно, но... Изначально закон о такси, который принимался много лет назад, содержал одну единственную норму, которая касалась цвета такси. Она четко определяла, что все такси эконом-класса должны быть желтого цвета, премиум-класса – белого цвета. Все. Использование других цветов стало той погрешностью, которую допустили, так как сложно было наполнить автопарки единовременно большим количеством автомобилей. Ну, да, потому что закупить все это, да? А кто их должен перекрасить теперь? Ну, в данном конкретном случае агрегаторы должны заняться этим самостоятельно. За свой счет? Да. Но изменение цвета автомобиля в органах ГИБДД происходит очень быстро. Изменение цвета может осуществляться как путем перекраса, так и путем наклеивания специализированных пленок. То есть не полностью можно? Или все-таки полностью? Полностью необходимо покрыть автомобиль в соответствии с техрегламентом хотя бы на 80%. Регламент – это белый и желтый цвет для абсолютно всех машин? Неважно, бизнес-класс, комфорт-плюс, комфорт, эконом. То есть все должны перекрасить. А если это личная машина, которая… Которая является средством заработка? Ну да. Да. Понятно. По поводу стоимости. Вернемся к тому, что действительно стало невероятно дорого. Стоимость поездки на такси в России достигла максимума с 2014 года. Следует из данных Росстата. В июле она составила 33,98 рубля в расчете на 1 километр пути. В Татарстане проехать 1 километр в чужой машине стоит 26,84 рубля. Тогда как в 2020 году было всего 15,06 рубля за 1 километр пути. И при этом услуги такси продолжают непрерывно дорожать. Настолько подорожало обслуживание, содержание автомобиля в свете этого? В совокупности. Но это же колоссальный рост. С указанных дат изменила стоимость содержания автомобиля, стоимость покупки запасных частей для технического обслуживания своевременного. Ну и, соответственно, стоимость топлива, которая тратится на это. Смотрите, вот давайте тогда разберемся с этой точки зрения. Я человек, который хочу зарабатывать, работая в службе такси. Что от меня требуется? Будет необходимо наличие водительского удостоверения. Удовлетворение всем требованиям закона в этой части. Ну и, соответственно, оформление, получение лицензии на автомобиль. Это платно? Да, оплачивается господж, но получаются, соответственно, все необходимые документы. А машина? И, соответственно, либо взять в аренду у таксопарка автомобиль, что можно, в принципе, и у нас обширный рынок аренды автомобилей этих. Да. Очень большой на самом деле. И, соответственно, либо свой автомобиль предоставить в указанной цветовой палитре. А страховка? Само собой, специализированная страховка для перевозчиков. Дорогая это страховка? Все зависит от страховой компании, уникально. И, соответственно, индивидуально она рассчитывается, исходя из критериев самого водителя. Ну, то есть, какие мне затраты нужны для того, чтобы, в принципе, начать работать? Это я еще не говорю. Это за сколько я себя окуплю, вот интересно. Это вот с этой точки зрения, с математической. Здесь, скорее, вопросы надо задавать уже непосредственно самим водителям такси, в зависимости от того, насколько активно они работают. То есть, тут зависит от желания человека. Просто я к тому, что, в принципе, передвигаться стало очень дорого. Сейчас даже не берем общественный транспорт, который тоже периодически повышает цены на перевозки. Да и тоже понятно почему, потому что все дорожает вокруг. Но в целом, например, вот у нас актуален каршеринг в Татарстане? На самом деле, да. Каршерингом пользуются, но есть и свои видосы. Какие? Стоимость. Дорого? Зачастую, к сожалению, каршерингом пользуются люди, которые не имеют своего транспорта, либо имеют маленький опыт вождения. В последующем это приводит к большим финансовым затратам в случае попадания в дорожные транспортные происшествия. Да, они большие штрафы платят, да? Зачастую суммы штрафов превышают значительно сумму ущерба нанесенной транспортному средству. Так, то есть передвигаться на такси не дешево, дешевле, но не дешево. Каршеринг тоже не дешевое удовольствие. Остается у нас, значит, общественный транспорт, либо личный автомобиль. Да, все верно. Что касаемо личного автомобиля? Что вы скажете о ситуации на рынке России касаемо легковых автомобилей? Рынок у нас большой, у нас большое количество новых моделей представлено, которые на территории Российской Федерации производятся. Соответственно, возможность приобретения их обширна с учетом большого количества госпрограмм. Вот, в России в августе 2023 года официальными дилерами было продано 59 332 автомобили, говорится в отчете комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидерами рынка остается марка Lada, реализованная в августе, 33 325 машин. Таким образом, продажи автовазов в прошлом месяце выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На втором месте китайская марка Haval с результатом 11 178 автомобилей. Но некоторые бренды, в частности марки концерна Chery, не предоставляют ежемесячную статистику в отчеты, поэтому неизвестно, сколько их продали. Первую тройку лидеров августа замыкает газ с показателем в 5274 проданные машины. Ну, покупают люди машины. Да, машины приобретаются в большом количестве. Но большая часть этих автомобилей приобретена либо в лизинг, либо таксопарками. Ну, в лизинг тоже может приобрести просто человек, который прошел там... Нет, не кредит, именно в лизинг. Вот да, я к тому. Юрлица в большом количестве приобретают сейчас. А выгодно нынче? Да. Лизинг? Да. Лизинг на автомобиле брать выгодно. Интересно, но смотрите, тогда получается, окей, вы считаете, доступные цены на машины в России сейчас? Ну, у нас есть цены, которые есть, и рынок диктует эти цены. Это понятно. Ну, вот человек пошел учиться в автошколу, вот он оплачивает обучение. Там в среднем это показания от 22 тысяч до 35 тысяч рублей в автошколе. Он учится 4 месяца, сдает экзамены, идет, подает документы, вернее, получает водительское удостоверение, выбирает себе машину, чтобы оформить на нее страховку. Он платит гораздо больше денег, чем платит любой другой водитель, потому что страховка в первые несколько лет там обходится, не знаю, тоже рублей 30, 30 тысяч рублей, да, в среднем. И покупает себе хоть какую-то машину. Все-таки это выгоднее или же проще пользоваться такси или каршерингом? В данном случае, на самом деле, это все индивидуально, в зависимости от количества времени, которое человек проводит либо за рулем, либо перемещается и в необходимости этого перемещения. Для тех, у кого работа связана с постоянным перемещением по городу, в действительности использование личного транспорта будет намного выгоднее. А для тех, кто перемещает исключительно из дома в офис и обратно, я думаю, использование общественного транспорта будет намного лучше. Плюс это разгрузит дороги, так как зачастую у нас в автомобилях по одному человеку находится. А разгружая дороги, мы получим быстрый общественный транспорт, небольшую нагрузку, быстрое перемещение по городу. И будет намного больше, соответственно, будут перевозчики зарабатывать, лучше обслуживать свою технику. И, соответственно, мы все только от этого выиграем. Артем, у вас все просто. А что касаемо подорожавшего бензина, страховок, это же все тоже обслуживание. Неужели это действительно выгоднее иметь свой автомобиль, чем ездить на стороннем? Ну, на самом деле, все это действительно только индивидуально. Можно посчитать и понять. Но подорожание самых страховок на сегодняшний день до сих пор не поддается какому-либо анализу. При том, что... То есть это факт, что они довольно дорогие, правильно я понимаю? Они дорожают, они дорогие, но при этом сумма страховых выплат остается прежней, а стоимость запасных частей значительно выросла. И получается, фактически, на сегодняшний день, объективно, мы вернулись к той ситуации, когда раньше страховые выплаты были всего 120 тысяч. И сейчас, исходя из уровня стоимости запчастей, примерно на том же уровне находимся. Предлагаю посмотреть итоги нашего опроса. Сегодня в нашей группе социальности ВКонтакте и CounterStand24 мы спрашивали, вы пользуетесь услугами такси? 78% говорят, да, пользуюсь. 21% говорят, нет, не пользуюсь. Ну, 78% это приличное количество. 3 из 4. Да, люди ощутят, думаете, на себе изменения все эти люди? Я думаю, зачастую будет такое же возражение, как в период глобальной пандемии, когда действительно поднялись тоже цены на такси. Но, однако, рынок выровнял. По той простой причине, что если будут высокие цены, люди перестанут пользоваться этими услугами. И агрегаторы вынуждены будут и водители снизить цену на перевозки. И как следствие это приведет к тому, что люди опять начнут пользоваться их услугами. А они могут снизить цены, учитывая нынешнюю ситуацию. В случае, если рынок отлынет от этого вида услуги, перестанет пользоваться такси, соответственно, снижение, значительное снижение стоимости приведет именно к этому. Артем Александрович Патрин, автоюрист, был у нас сегодня в гостях и ответил на все мои вопросы. И даже не моргнул. Спасибо вам большое. Это были главные новости. Адалья Кламец. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова